Старые шины, деревянные коробки и специальные стальные барьеры. В ход идет все. В Чебоксарах регулярно убирают самовольно установленные блокираторы на парковочных местах во дворах. Но они появляются вновь. О причине и следствии этого загадочного явления в нашем сюжете. Где припарковать железного коня? Некоторые автовладельцы решают этот вопрос просто установкой барьеров. Жильцы многоквартирного дома по улице Николаева недовольны таким самозахватом. Никто за отдельно взятое место не платил, так что и прав на него нет никаких. Прибывшие на место представители ЖКХ администрации Калининского района на этот раз ограничились предупреждением и убрали незаконно установленную конструкцию. На самом деле подобных находчивых автовладельцев немало. Что говорит о серьезной проблеме, катастрофической нехватке мест во дворах. Вот вам и причина явления. На соседней стоянке та же история. Старый блокиратор восстал из небытия и служит теперь верой и правдой новому хозяину. Восстановили его, по всей видимости, с помощью различных деревянных дощечек. Автомобильные шины по популярности завоевали первое место. Недорого, мобильно, удобно. В одном только Калининском районе с начала года убрали и вывезли 415 покрышек. Около 100 метров цепей, 40 стальных блокираторов. Специалисты предупреждают, если даже собственник сам построил парковку на свои средства, это не дает ему права захвата этой территории. Земля-то муниципальная. Рейд земля муниципальная, поэтому любой человек, гость или сам жилец может атаковать свой автомобиль. Парковочные войны особенно обостряются ближе к зиме, но застолбить за собой место не получится. Борьба с искусственно созданными искусственными барьерами продолжится. Подобные рейды пройдут и в других районах столицы. Если и в вашем дворе есть такие захватчики, вы должны знать закон на вашей стороне. Наталья Мальчикова, Республика.